В конце 2013 года вся страна готовилась к историческому событию. В феврале 2014 в России планировалось проведение зимней Олимпиады. Корреспонденты Бюро новостей Давича на себе решили испытать олимпийские виды спорта. Журналисты вставали на коньки, лыжи и даже на сноуборд. Давайте вспомним, какие эмоции они испытывали в кадре три года назад. В России первые соревнования по прыжкам с трамплина прошли в 1911 году под Санкт-Петербургом. Сегодня мы постараемся поближе познакомиться с этим видом спорта, а поможет нам в этом старший тренер Кировской области Сергей Лысо. Для безопасности, конечно, обязательно нужна каска. Ну все, мы готовы. В первую очередь учатся кататься в стойке разгона. Сноубординг считается одним из самых молодых олимпийских видов спорта. И сегодня сноубординг у нас будет учить Костя Лебоса. Поворотом можно научиться за два-три часа. Ножки у нас должны быть согнуты в коленях. Я подставлю ножку, чтобы доска раньше времени никуда не уехала. Я готова. Смотри на меня. Я смотрю, я смотрю, я смотрю. Отлично. Все, ставь ножку на спорту. Только подождите, я куда-то еду справа. Олимпийским видом спорта биатлон стал в 60-е годы прошлого века. Но что сейчас из себя представляет современный биатлон, нам расскажет и даже покажет председатель Кировской Федерации этого вида спорта Владимир Васильевич Глазерин. Стоять на колени. Можно на колени пляжом встать. Вы же? Ну, руки можно передать. Можно, можно, можно. Нет, вы не спешите, я вам еще на винтовку снять. И сзади патроны я застряла. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Отлично. В 46-м году в Советском Союзе состоялся первый хоккейный чемпионат. И по сей день этот вид спорта считается одним из самых зрелищных. И сегодня мы посмотрим, как тренируется подрастающее поколение хоккеистов. Ну и сами попробуем взять в руки клюшки. Я боюсь падать, это же больно. Больно. Кричите на них, чтобы делали такое что-нибудь, их же сложно заставить. Я не кричу. Я просто ору. Покажи мне какой-нибудь силовой прием. А с нами тяжело сейчас было играть? Ну так, я не в лосканболе играю, а так тренировка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...